Нравится мужчинам секси? Нужно два аспекта выделить. Сексуальная внешность, сексуальное поведение. То есть сексуальная внешность это то, что привлекает. Какая бы вы ни была, не были мастерицей в постели, какой бы вы ни были ураган просто огненной женщиной в постели, до нее еще нужно дойти. То есть вначале это сексуальная внешность. Номер один самое важное для сексуальной внешности это фигура. Девчонки, соотношение талии и бедра 0,7. Причем смотрите, я хочу обратить ваше внимание. Есть модели XXL, большие. Но посмотрите, у них есть талия и есть бедра. Вот эти вот знойные женщины, как Астап Бендер говорил, знойная женщина мечта поэта. То есть такие арабские в теле женщины, у них есть тоже талия и соотношение. Вот эта фигура песочных часов сохраняется. Вот эти женщины, которые танцем живота занимаются, это не груши. То есть они не яблоки, они груши. Потому что если у вас фигура яблока или у вас фигура там... Я очень много разговаривал с мужчинами, спрашивал по поводу, нравится ли тебе манекенщицы, которые ходят по подиуму. Знаете, есть такие. Я не говорю про ангелов Виктория Сикретс, которые... Ангела Виктория Сикретс, пожалуйста, на святое не надо. Это для каждого мужчины ангела Виктория Сикретс, это... Это святое. Это искусство. Женщина моя сейчас подняла на меня руку почти. Не надо, я шучу. Это святое. Нет, есть манекенщицы, знаете, такие вот, вот такие плоские и вот такие. Они очень такие, мальчакообразные. Я спрашивал много раз у друзей своих, у мужчин, нам нравятся такие женщины? Говорят, блин, плоскодонки вообще. Я не хочу никого оскорбить. Я просто говорю о мужских предпочтениях. Поэтому номер один. Мы сейчас не говорим про любовь. То есть мы говорим про просто сексуальный выбор. То есть любовь это такая вещь, которая возникает после. То есть сначала мужчина выбирает секс, сначала он выбирает как бы нижней головой, а потом он выбирает верхней головой. Пока нижняя голова в общем в состоянии думания, верхняя голова не варит, вы уже знаете хорошо это. Поэтому вначале любой мужчина, какой бы он ни был, вы думаете, да это просто такие поверхностные мужчины, как мне одна пишет, это просто поверхностный внешний вид, это просто поверхностный. Есть другие мужчины, которым это не нравится, у которых другая совсем психология, они сразу хотят серьезных отношений, они хотят сразу заглянуть в творческую душу женщины. Я хочу вам сказать, ну хорошо, если вы так думаете, то без вопроса. Нет, они есть, такие мужчины есть. Есть в мелодрамах голливудских, в сказках, в любовных романах, в женских фантазиях, в нормальный мужчина, у которого есть тестостерон, не может просто пройти мимо привлекательной женщины. Как бы он культурный не был. То есть культура это просто позволяет ему сдерживать свои реакции. Некультурный реагирует некультурно, культурный реагирует культурно. Вот и все. Все. Привлекает это всех одинаково. Умных, старых, молодых, одиноких, женатых. Тестостерон у всех одинаково работает. Видит голый, видит, если женщина умная и красивая, то все, тестостерон вырабатывается. Ему все равно.